здравствуйте дорогие друзья вы знаете у меня масса материалов есть наработок по нашей недельной главе и все же я решил провести урок если можно таскать или разговор на другую тему я наткнулся на потрясающее выступление мажьеха такого из и шивы поневежес 1967 году во время вот той войны которая произошла в израиле настолько сильное что я хочу его повторить своими словами если кто помнит шестьдесят седьмой год кто знает не помнит знает что произошло в архивах шаптая галинского найдена запись вот этого вот рава ливенштейна времен шестидневной войны это выступление было прямо в ешеве и вот я хочу что он сказал что те кто помнят эти дни кто пережил этот период угнетенного ожидания когда сбивчивая речь главы правительства когда шоссе ротшильд готовили под кладбище когда равенат дал команду срубить апельсиновые рощи под гробы и так далее для за масса разохранения арабские страны выступали вам осталась минута вы сейчас вот все и потом спасение от всевышнего пришло мгновение ока все вражеские самолеты были уничтожены на базах противник сломлен и вот уже шхем в наших руках а затем хеврон бейтлейхем и уже западная стена чудо из чудес да и иерусалим и храм стена которая осталась от храма потрясающе все это но отчего была эта радость как можно было ликовать когда гибли еще солдаты когда не закончилась война и для многих это был большой траур для многих сиротства как можно было не плакать о раненых как можно было не ощущать вместе с ними боли и тем не менее вот за всем этим видится что-то большее как можно было проявлять например легкомыслием если война не закончилась еще тысячи людей на поле боя в опасности может ли наше сердце биться отдельно от них и оставаться спокойным это снова иудаизма является закон возлюби ближнего как самого себя такое великое правило торы переживать страдания других и принимать на себя за груз мира да более того сказал этот великий мажгиек что если кто-то абсолютно спокоен в то время когда он говорит что исход войны определяется на фронте а там люди добросовестно работают техника хорошая это все заблуждение страшное мы то знаем что исход любой войны определяют на небесах а там работает другое оружие это сейчас касается каждого из нас каждый изученный лист каждый урок каждый или там прочитанный переделим это напал это напал в духовных мирах еще молитва еще немножко учебы еще немножечко трепет еще немножечко пострадает меньше солдат это это точно так закон так закон природы работает кто знает это не может оставаться безмятежным не позволяет себе на такси если он знает что тоже находится на фронте и предложит больше усилий больше выучить больше что-то примет на себя эти слова были сказаны во время войны и они остаются актуальными всегда потому что есть много напасти и сегодня по сути это просто какое-то безумие миром овладелом и как можно оставаться равнодушным сидеть сложа руки и когда мы можем облегчить все проблемы мира как очень просто мы сейчас слушаем уроком и в мирах поменяли уже мы спасли не знаю сколько людей все мы можем сказать себе что исполнивший одну заповедь склоняя чашу весу в пользу всего мира как можно остаться в стороне например нарушая запрет не стоя на крови ближнего очень просто нельзя так стоять мы должны умножить чуть-чуть тору умножить чуть-чуть заповеди умножить и все сделать добро получишь добро знаете отец и сын шли по дороге сын спотнулся и вскрикла и видам ему а отзываются он удивился кто там опять кто там ребенок вообще не видел это первое ты трус так он говорит и не выходишь он опять ты трус даст ребенок плачет слезы наводок папа что это папа улыбнулся говорит ты чемпион там и гос эй чемпион ребенок удивлен папа это эхо это эхо но по правде говоря такова наша жизнь она возвращает тебе то что ты даешь наша жизнь отражение наших действий все что мы говорим делаем или думаем возвращается к нам поэтому если хочешь увеличить любовь в мире дали любовь другим хочешь что-то сделать хорошее ну что нибудь сделай хорошее любое наше действие мысль слова влияет на материальный мир и все творение каждый раз когда мы делаем хотя бы маленькую заповедь или не дай бог совершаем грех мы фактически воздействуем на высшие миры и запускаем всю систему которая в свою очередь воздействует на нас и возвращает нам наши действия поэтому надо запомнить тот кто совершает добрые дела думает правильно еще мысли потому что мы же думаем только сделаем мысли творец мира возвращает в огромном с огромным так сказать процент не так плохое слово ну с большим добром брахавы от слаха давайте что-нибудь добавим к своему служению что-нибудь хотя бы один грамм мы посмотрим какой громадный вклад мы внесем мир брахавы от слаха